Если новость о замедлении темпов роста потребительских цен в странах еврозоны уже никого не удивишь, то сообщение о падении производственных цен встревожило рынок. На валютном рынке трейдеры прекратили скупать евро, чем они охотно занимались после мягких заявлений главы ФРС Джанет Йеллен, сделанных в среду. Своему американскому оппоненту евро уступил 30 пунктов, опустив котировку к психологической отметке на 1,36. Судя по отсутствию в календаре трейдера важных отчетов от американских ведомств, можно предположить, что недельные торги закроются недалеко от текущих уровней. Майское снижение цены на энергоресурсы и топливо сказалось на динамике роста оптовых цен не только в Германии. Подобная тенденция отмечена и в Великобритании, и в остальных странах еврозоны. Тем не менее, списывать со счетов негативную информацию не стоит. Немецкая экономика является локомотивом всего валютного блока. Дальнейшие перспективы развития и описание общей картины экономического состояния еврозоны напрямую зависят от положения Германии. Сегодня в отчете Федерального статистического управления Диштатис было засвидетельствовано очередное снижение цены на 0,2%, тогда как большинство аналитиков, ожидающих данную публикацию, предвидело рост показателя на 0,2%. В сравнении с отчетным периодом прошлого года значение поднялось с 0,9% до 0,7%. В любом случае, изучая текущую ситуацию на рынке нефти, можно предположить, что инертное действие цен на топливо потеряет свое влияние на индикатор PPI уже в июне. Будьте в курсе новостей вместе с компанией ИнстаФорекс и приятного вам торгового дня!